От школьного проекта к профессиональной карьере. Конкурс, который уже во второй раз собирает на одной площадке самых увлеченных школьников. Для многих ребят это первое публичное выступление, по рамках которого они планируют рассказать о своих необычных открытиях. Основная цель проведения нашего конкурса заключается в том, чтобы молодые люди как-то сумели проявить себя, чтобы они раскрыли свой потенциал, свои возможности, проявили свой талант, как-то лучше ориентировались в реальной действительности и какую-то профессиональную направленность получили. И в конечном результате, наверное, быстрее осознали, кем они хотят стать после окончания школы. Учащаяся Пушкинского лицея номер один Анастасия Дитчук познакомила присутствующих с работой школьного музея. Бабушкина школа – проект краеведческий. Его главная цель – рассказать и показать, что отличало советскую систему образования от современной. В Советском Союзе нужны были образованные люди, чтобы после войны восстанавливать и научно-технический прогресс, и я думаю, ну как мы будем жить без школы? Это нужно и в наше время, чтобы страна процветала, нам нужны образованные люди, и очень многое, что у нас сейчас в современной школе берет в стоке именно из советской школы. А вот учащиеся Брестской гимназии номер три Дана Буневич и Евгений Бикетов занимаются изучением технологий домостроения. Ребята под руководством своего наставника Татьяны Мицкевич разработали конструкцию жилого помещения, которая была бы не только комфортной, но и теплостойкой. Для этого в процессе создания необходимо использовать ряд специальных материалов. Тема нашего проекта – это исследование теплопроводности различных материалов на примере теплого дома. Ну, наш дом состоит из ОСП, пенопласта, оцинкованного железа, вот, из оргстекла. 73 проекта представили на суд жюри талантливые школьники. Конкурс призван помочь им расставить приоритеты и определиться с будущей профессией. И, как показывает научно-исследовательский форум, сделать это будет несложно. Юноши и девушки мотивированы и готовы к новым открытиям и опытам.